Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Побудьте один раз с детём. Да-да-да. Займитесь делом, как говорится. Возьмите один раз в день, в удобное время, когда никто вас не видит. Побудьте маленькими, делайте то, что вам хочется. Хотите, поете, хотите, пейте. Нет-нет-нет. Не минеральную воду и не водку. А просто качайте эндорфин. Потому что, когда вы делаете любимое дело, дурачите, срисуете, плачете или что-то делаете, то, что вам на душу проходит. И когда вы это делаете, ну, пять минут в день, у вас эндорфин включается. А эндорфин, когда включается, голова перестаёт болеть. А когда голова перестаёт болеть, вы начинаете лучше понимать, что и как надо делать. Если вы притворитесь ребёнком, каким были столько-то лет назад, и будете делать то, что вам хочется, да, без кисточки, без бутылочки. Вообще делайте что-нибудь без ничего. Это называется имитировать. Да, хотите там, ходите по комнате и бросайте мяч невидимый, как вы в детстве любили бросать. Или плавайте, как вы в детстве любили это делать. Руками так делайте, вспоминайте, как плыли. И прямо в этот момент вдруг почувствуете. И запахи, и погоду ту. И за несколько минут вы побудете в детстве. И гармония включится, которая вам нужна. И страх уйдёт. И появится хорошее самочувствие. Да, 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 да. Побудьте детьми пять минут день. Но такими, какими вы были. Сыграйте эту роль. В течение пяти минут. Потом сядьте. Отпустите мысли на самотёк. Пускай плывут, как плывут. Думайте, о чём думается. И немножко вот так вот поделайте. Волно. И вы вдруг заметите, что мир освободился от вашего напряжения. И вы стали легче думать и понимать, что и как нужно делать. А если захотите выплакаться, выплачьтесь. Если захотите поспать, отдыхайте. Значит, вы давно не были самим собой. Побудьте самим собой. Это мозговой санаторий. Побудьте. А картину я допишу. До встречи, друзья. До встречи.